Владимир Владимирович Путин провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Николаем Ивановичем Меркушкиным. Обсуждалось социально-экономическое положение в регионе. Особое внимание вопросам строительства жилья и ситуации в отрасли автомобилестроения. Кроме того, губернатор доложил о ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу. Подробности в первом материале выпуска. Доклад губернатора богат цифрами и предельно конкретен. На фоне стагнации российской экономики Самарская область в отдельных отраслях по итогам года показывает рост. Авиакосмическая промышленность 12%, нефтехимия плюс 9%, обрабатывающее производство 7%. Увы, есть снижение по показателям автомобилестроения. Впрочем, продукция, с которой выходит на рынок тольятинский автогигант, вполне способна изменить доли продаж в сторону увеличения. Президент еще раз отметил высокое качество новинки автоваза «Лады Веста». Машина хорошая. Я не сказал, когда тестировали в Европе. Те, кто принимал участие в тестах, не могли определить страну происхождения. Либо одну из европейских стран, либо Японии. На самом деле она современная машина. И вот 15 декабря пойдет «Лады Икс Рей». Тоже хорошая машина. Мы будем найти две машины, пересаживать процентов 85 чиновников. Здесь средний, даже выше, чем средний. Президент поддержал инициативу по празднованию 50-летия автоваза. Ход подготовки возьмет на контроль администрация главы государства. С плюсом по молоку и мясу завершит год и сельское хозяйство. Хотя это было непросто. Из-за засухи аграрии не добрали запланированных объемов зерна. Еще один вопрос. Строительство сергиевской птицефабрики. По поручению президента этот вопрос должен быть вынесен на решение наблюдательного совета Внешэкономбанка. Самые впечатляющие показатели по темпам строительства жилья. Строительство жилья. 126% роста. Хорошо, потому что в целом мы знаем, что ситуация в отрасли непростая. А у вас рост? Я посмотрел здесь по таблице. Да, 126%. За счет чего у вас это получилось? Ну, мы раскрутили прошлые годы. Хорошо пошла ипотека пошла. Мы включились в программу федеральную доступную жилью российской семьи. Там 10 миллионов квадратных метров построения должны, по вашему указу, построения правительства. Мы в этом пилотном проекте. И за 200 тысяч квадратных метров этого года 50 тысяч в Самаре будут. Каждый четвертый квадратный метр в Самаре будет строиться. Три комплексные застройки в Самаре. Одна в Тольятти. В этом году в области будет сдано более 2 миллионов квадратных метров жилья. Это третье место в округе. А ведь будут строить еще больше. Планомерно выполняются майские указы президента. Учитывая рост рождаемости в области, строятся детские сады. До конца этого года будет введено 4,5 тысячи мест. А к 2018 в регионе при участии федерального бюджета будет построено 9 новых школ, в том числе лицейцентр для одаренных детей. Важный социальный момент. Президент отметил, что в регионе сократилась задолженность по заработной плате. Я посмотрел, у вас сократилась задолженность по заработной плате, да? Да, сократилась задолженность по заработной плате. Вы, пожалуйста, этому вниманию уделяете постоянно. Потому что здесь наблюдается некоторый рост по отдельным отраслям, по отдельным регионам. У вас, наоборот, сокращение, очень хорошие показатели, хороший признак. Значит, внимание этому есть. Нужно и дальше не ослаблять внимание к этим вопросам. Кроме того, губернатор доложил о ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Основная инвестиционная программа выполняется, хотя областной бюджет сейчас вынужден возвращать ранее собранные авансовые суммы крупным налогоплательщикам. Но темпы работ не снижаются. В 3-4 раза по сравнению с прошлыми годами увеличен объем строительства дорог. На особом контроле работы по благоустройству областного центра. Успели рассмотреть и важнейшие вопросы развития транспортной инфраструктуры. Президент поддержал строительство многоуровневой развязки на трассе М-5. Будет оказана помощь и по возведению Фрунзенского моста. Евгений Долгих, Новости губернии.